Приветствую вас. В первую очередь я бы хотел уточнить несколько важных моментов. Во-первых, то, что вы называете глупостью, это обесценивание, спринижение того, что чувствует, того, что думает, и того, что важно, собственно говоря, для человека. Поэтому называть глупостью то, почему ушел ваш мужчина, почему ушел ваш любимый человек, не стоит, если вы хотите его вернуть. То есть, если вы хотите вернуть человека, то глупостью называть то, почему он ушел, не нужно. Когда это называют глупостью, когда это создают глупостью, как правило, самого человека в этот момент, ну, в общем-то, обесценивают и отодвигают на не первый план, так скажем. не передний план, это, в общем-то, точно, абсолютно, да? Вот. Дальше, значит, смотрите, какая получается история. Если у человека к вам пропали чувства, то есть, если вот чувства у него были к вам, но все-таки эти чувства ушли, там, пропали, и так далее, то нужно понимать, что как бы вы не старались, что бы вы ни делали, вы его не вернете. Нельзя вернуть того, у кого нет чувства. Это нужно понимать. чем лучше вы для себя вот эту историю поймете, чем лучше вы для себя этот аспект уясните, тем легче, проще будет вам. то есть, никто не даст вам гарантий, к сожалению, или к счастью, я думаю, что к счастью, осталось, если бы людей можно было бы возвращать в результате каких-либо определенных действий, то, мне кажется, это было бы уже не отношения, а вообще что-то непонятное. нужно понять, что никто не даст нам гарантии того, что вы вернете своего молодого человека, своего мужчину, своего партнера. Если вы можете попытаться что-либо сделать, вы можете, безусловно, постараться какие-то действия предпринять, но необходимо понимать, что если вы действительно его любите, то любовь подразумевает готовность отпустить своего любимого человека. Если такой готовности нет, значит, это не любовь, или любовь, но не чистая любовь, а с какими-то определенными примесями, с какими-то, может быть, желаниями, уже своими собственными и так далее. И это по сути делу тоже очень важный момент для понимания ситуации, для понимания проблемы, для понимания момента и так далее. Если у вас есть свои собственные желания, да, что свои собственные желания нужно реализовывать, свои собственные желания нужно реализовывать и не быть зависимым от мужчины или скажем просто от любимого человека, да, не быть зависимым в контексте того, чего хотите вы. То есть если вам что-то нужно, если вы хотите быть человеком, да, ну, с любимым человеком, то нужно, чтобы это было именно такое свободное желание, свободное потребность, вот, чтобы это было творчество, но никак не какое-то, знаете, такое влечение и так далее, вот, чтобы этого не было. Потому что, ну, в любом случае подобная позиция приведет вас лишь только к негативу и к зависимости от людей. Не только от любимого, но и вообще от людей, людей. Что, конечно же, не является, безусловно, тем, вероятно, чего вы для себя хотели бы, что вы для себя желали бы. Вот. Поэтому, мне кажется, так. Значит, далее, значит, как вернуть человека? Как вернуть человека? Для этого нужно, конечно же, сначала понять, из-за чего вы расстали. Что послужило причиной вашего расставания и тогда. то есть увидеть, увидеть подобные вещи необходимо, а переосмыслить подобные вещи необходимо тоже, самое самое. Это важный процесс, ну, чтобы вы увидели сам, что именно вы сделали не так, как именно вы вели себя неправильно и чем отвратили от себя своего любимого человека. Вот. Все эти вещи необходимо учитывать, если вы хотите его вернуть. понятное, что отношения вам, к сожалению, придется начинать заново, то есть, ну, заново с ним как-то вот, вы надеете что вы заново с ним как-то общаться, заново выстраивать с ним диалог, заново производить на него впечатление, что вы ну, что вы хорошие, что вы достойны его доверия, что вы цените его, что вы любите его, что вы понимаете его, что он вам там, ну, дорог и так далее. На все это, опять же, на все это нужно время. На все это нужно время. То есть, если у вас желание, если у вас желания заниматься этими вещами нет, то, наверное, лучше тогда и не делать ничего такого, да, тогда лучше не пытаться что-либо поменять, не пытаться что-либо переделать, а процедить дальше. если вы считаете, что отношения с мужчиной достойны того, чтобы их пытаться выродить, да, то в этом случае конечно нужно предпринимать какие-то усилия для подобных моментов. И вопрос опять же в том, на что вы готовы и готовы ли вы готовы ли вы к тому, чтобы что-то делать, готовы ли вы к тому, чтобы предпринимать какие-то действия. вот. Значит, это такой момент. И наверное последний момент вы говорите я хочу с ним жить. Вот мне представляется этот момент тоже довольно важный. То есть если вы говорите, что вы хотите с ним жить, почему вы хотите с ним жить, почему вы хотите именно с ним жить, для чего вам жить с ним, откуда вот эти все потребности. Ну, если вы хотите жить, значит, есть какая-то потребность. Естественно, и да. Вот. Значит, вероятно, без него, без человека, вам плохо. Вероятно. Вероятно всего. Ну, и здесь соответственно тоже нужно разбираться. И без чего, и по какой причине вам плохо без него, например. Почему вы не можете жить, не можете жить без него именно. То есть, он вам нужен, он вам нужен, чтобы жить с ним. Вот. Мне кажется, это тоже очень такое серьезное обстоятельство. КПЛ необходимо разнообразить, потому что как-никак, как-никак, все-таки ситуация такова, что это добровольное как бы решение, добровольное объединение двух людей. И если для вас, если для вас это не добровольное объединение, если для вас это именно какая-то нужда, то соответственно причиной этой нужды также нужно разбираться. В любом случае. Потому что это важный момент, опять-таки. На мысли это вопрос вашей сверхмотивации быть человеком. Это вопрос вашей сверхмотивации быть тем, кто от вас пока что на сегодняшний день у все. То есть это сверхмотивация быть тем, кто показал вам, что вы не нужны. Но здесь можно говорить о модели женского поведения, о том, что мужчине нравится, о том, чего мужчина вообще хочет, что мужчине интересно, что его привлекает, что его интересует, что ему нравится, в конце до конца, вот, для того, чтобы расположить человека собственно говоря к себе. Вот. Это мне кажется это необходимое совершенно, действие необходимое совершенно, нюансы, если вы и правда хотите человеку вернуть, вернуть, если вы и правда ну как бы интересуетесь тем, чтобы вернуть своего молодого человека к себе. Для этого нужно вот эти вот аспекты обязательно разобрать. Ну просто потому, что по-другому не получится. Да? Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Вот. Я буду рад вам помочь. Пожалуйста, не забывайте о том, что возвращение людей, которые от вас ушли, да, это действия всегда такие достаточно утомительные, это действия всегда такие достаточно долгие по ну по времени, по значит ну по действиям по своих по по затрачиваемой мерке на здесь вот и так далее. То есть имейте это, пожалуйста, в виду. Не забывайте это, пожалуйста, это очень важный все момент. Вот. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен вам, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.